всем привет добро пожаловать на эфир я пару буквально минут подожду пока все подключатся все большое что вы присоединяетесь вот сегодня я хочу затронуть тему работы а вода работа мы все работаем работаем тяжело вечером приходим домой сейчас всем привет шалом буквально пару минут прошу прощения подождем пока все подключатся для того чтобы нас было много шалом саид всем привет буквально пару минут привет шалом всем шалом и так начнем наверное уже более-менее подключились меня слышно скажите пожалуйста если меня слышно сейчас меня слышно сейчас шалом скажите если меня слышно потому что мне написали что нет звука слышно меня так я надеюсь что меня слышно и так всем всем привет сегодня мы с вами поговорим про работу а вода мы все работаем все работаем тяжело мы все зарабатываем себе на жизнь но как мы с вами можем работать и не учить тору как такое может быть что всевышний нам говорит вы должны учить тору но при этом мы работаем и меньше времени уделяем тору и так есть был спор между ишмаэлем и раби шимон бареха и один из них говорил что не надо работать надо только целый день учить тору и всевышний он милосердно он пошлет и пропитание и позаботиться о тебе и значит раби шимон бареха он говорил нет в этом мире в том и загвоздка спасибо большое все слышно я спокойно спасибо в этом мире в том и загвоздка что казалось бы это легко учиться учить тору тебе во всем помогут а ты попробуй и работать и учить тору в свободное время к примеру с утра перед работой вечером после работы в перерывы во время работы то есть целый день помнить всевышнего да это нужно учиться ведь легко сесть и сказать у мне всевышний все пошлет я не буду ничего делать буду учить тору знаете это мне напоминает очень смешную историю про лотерейный билет как сидит один человек и просит у всевышнего пожалуйста я хочу выиграть миллион долларов в лотерею кто из нас не хочет выиграть в такую лотерею и он говорит всевышний пожалуйста позволь мне выиграть в лотерею миллион долларов пожалуйста я тебя умоляю и каждый день очень долго он молился я хочу выиграть в лотерею всевышний дай мне возможность выиграть он реально молился молился и вот ангелам которые возле всевышнего моим и уже это в общем надоело и значит они такие говорят всевышний почему ты не пошлешь ему выиграть в лотерейный билет он бедный мучается каждый день тебя просит и все аж не говорит так что пойдет купит билет ша он сидит говори дальние вы играете ничего для этого не делает мы можем сказать о и всевышний я хочу быть спортсменом с такими мышцами но при этом не тренироваться так что ты просишь если ты для этого ничего не делаешь в этом мире это мир действия ты хочешь заслужить это вот нах в анжела крушеницкий написала нах он купи хотя бы еще один билет, купи хотя бы билет, в этом мире ты хочешь заработать, работай, ты хочешь накачать мышцы, качай мышцы, ты хочешь похудеть, иди бегать, занимайся спортом, не знаю, правильно питайся, да, это мир, это мир действий, все, что мы хотим, у нас может быть, у нас есть такие возможности, у каждого из нас, что нужно сделать, просто прийти к этому и реально понять, я этого хочу, значит я это сделаю, если там человек хочет стать певицей, не знаю, или человек хочет стать сапожником, да, он хочет там изготавливать подчасащую обувь, позже стать самым лучшим востребованным сапожником в мире, если он не будет тренироваться, делать эти сапоги, просто сидеть и мечтать, понятно, что у него ничего не получится, так и мы, да, мы все учим, что нужно молиться, да, мы все учим, что нужно просить у Всевышнего, это все само собой разумеется, Но нужно делать шаги ему навстречу, нужно выполнять заповеди, нужно, во-первых, благодарить его, ценить все и делать все, что заложено законами природы. Надо делать это, окей, я буду делать это, надо зарабатывать так, окей, надо учиться, я буду учиться, надо делать, то есть все, что мы хотим достичь, это реально, ну это правда, но нужно что-то для этого сделать. Итак, сейчас подумайте, что вы хотите, кто-то может хочет, не знаю, миллион долларов, большой дом, повышение в должности, хочу стать главным менеджером, хочу стать директором, а что вы сделали для этого, чтобы это было? Просто хотеть и просить недостаточно, нужно что-то для этого сделать, развиваться в своей сфере, стать самым лучшим и востребованным, читать столько, столько, столько материала по этому, ну то есть делать что-то для этого и тогда все получится, так и Всевышний, он говорит, нужно совмещать и Тору, и работу, да, и у нас все получится. Итак, задумайтесь, а что, может мы счастливы, может у нас все есть, а что еще не хватает, а что бы я хотела, чтобы было, а что мне нужно для этого сделать и просто делать. Вот, поэтому я желаю каждому из нас, чтобы то, что мы хотели, совпадало с желаниями Всевышнего, и чтобы у нас было много сил воплотить это в жизнь, да, достигать свои цели, понять, что мы хотим, потому что это, это, наверное, сам везет человеку, когда он знает, что он хочет, он идет и достигает этого и так далее. Вот, все. И я отключаю, спасибо всем большое. Так, здесь вопрос, давайте мы ответим на вопрос. А если сваха говорит, что ищет шидух и говорит, что она не может найти, так что получается Всевышний виноват, значит еще не время, значит где-то вторая половинка ждет, или ты ждешь где-то вторую половинку, это всему свое время. Мой муж, слава богу, искал меня года два, у него было очень много шидухов, пока он меня нашел. Более того, даже когда он полетел в Москву на шидух, ему шатханит сказала про меня, и он такой, ну раз я в Москве, может с кем-то еще сделать шидух, и он сделал, и не получилось, да, потому что я была в Одессе. Всему свое время, Всевышний знает когда и что, и ну конечно, если мы будем делать, если бы мой муж не летал так в Москву или еще куда-то, меня искать, он бы меня не нашел, но так он что-то делает для этого, и поэтому он меня нашел, слава богу. Вот, поэтому давайте, сегодня то время, когда надо начать, когда надо делать, вот. Всем спасибо большое за эфир, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос, я уверена, еще ваша половинка вас ждет где-то, вот, и все, всем пока-пока.